Юр фамилия Господ, Владимир Алексеевич, он когда приехал, негде было ему положить, ему не дали еще пока, ну ими военные, и его поселили в подворье Оптиной пустыни, вот на набережной лейтенанта Шмидта. Там, когда узнали, что он, летчик, говорят, слушай, дай что-нибудь из своих вещей, чтобы мы, у нас школа есть, и там мы повесим, ну, подпишем, что вот, летчик боевой, ну, он дал китель, фуражку. Господа, да, фуражка Господа. А вы как догадались, это были? Потом ему говорят, хочешь посмотреть? Он говорит, конечно, хочу. Заходит, и вижу такую надпись, китель мой висит, фуражка, и вещи Господа. Он говорит, ну, хоть бы написали полковнику Господу или Владимиру Алексеевичу Господу, и мы ответили, как написали, так написали. Так они и висят там. А вот его... Интереса больше, да? Да. Ну, удивительный человек, потому что 699 вылетов, это вот год, 365 дней, представляете. Такое сложное. Каждый день. По два вылета в день, что ли, или на два года вылет? Нет, он больше, не год, конечно. И как действительно его что-то хранило? Еще от всех нас хочу, да, выразить благодарность, что нас пригласили, что поучаствовали, и так интересно все рассказали, так? Да, сейчас мы еще чуть-чуть продолжается про вертолетчиков. Ну, про вертолетчиков тут три вертолетчика рассказывают. Вот Владимир Алексеевич, потом Ставицкий, Юрий Иванович такой, он получил героя Российской Федерации за бой в Афганистане в 1996 году. Ну, нет, я не о том. Война в Афганистане, мы вышли из Афганистана в 1989 году. А он стал героем России за бой, который произошел в Афганистане в 1996 году. То есть никуда мы оттуда не ушли в 1989. В целом деле, да. Вот это, кстати, фотографии настоящие после того боя. Вот два пилота сидела, борттехник и штурман. И пуля от ДШК, видите, она попала... Вот Юрий Иванович сидел с одной стороны, с другой стороны сидел командир. Пуля попала в середину. Ничего себе. И штурмана просто, ну, 12,7 калибра она наповал. А потом автоматная пуля попала в борттехника, которая была. Мы, говорит, смотрим, у него, говорит, он лежит. Ничего нет. Ну, осмотрели. Потом маленькое-маленькое входное отверстие. А на выходе вот такая дырка. Это 5,45, вот она кувыркается. И вот это сделано в фотографии, видите, вот дырка вот эта ровно... Мы, говорит, померили, говорит, ее ровно, говорит, 12,7. Вот это, Владимир... Это Юрий Иванович. Ну, вот он, кстати... Такой силой надо было лететь, чтобы стекло не... Даже трещины... А, это пластик ведь. Она же не стекло... Вот это, кстати, он с территории Афганистана. Вот он здесь, за штурвалом вертолета Ми-26, он вывозит Ми-8. Смотрите, какой обычный вертолет, какой он маленький. Вот это, так называемая, корова. Это огромный вертолет. Вот сняли лопасти, подцепили там специальными тросами. И вот они эвакуировали с Афганистана. Ну, вертолет дорогой же, нельзя его там... Он был подбит, но... В более-менее хорошем состоянии. И вот он его перевез через границу к нам. О, господи, сколько же этих воду-то? А из Сирии у вас еще нет фотографий? А вот Ирина Романовна правильно сказала, что надо подождать. Ну да. Вот когда боевые товарищи выпьют, набьют друг другу морды, придут к мнению, кто герой, кто трус, вот тогда можно с ними разговаривать. А до этого всякая пена, муть, вот ничего не поймешь. Поэтому надо просто подождать. Вы сказали, третий еще. Бабушкин Владимир Николаевич, о котором вот я вам говорил, вот портфель там с ящиком пилота. Вот сейчас его... Кстати, очень интересный рассказ. Вот Бабушкина вообще можно, да, как бы увидеть живьем? Я извиняюсь за такой вопрос. Ну, он в Петербурге живет здесь. Я имею в виду, чтобы он рассказал. У нас вечер в Астелике, у нас навалом там очевидцев-то. Они обычно не ходят на эти встречи. Ведь на встречи и выступать ходят обычно те, кто был хлеборезом. А те, кто воевал по-настоящему... Ну, так это сейчас понятно, кто остался в живых и блокадник. Да, это верно. Ну, я уж не скажу, что на 100%, чтобы никого не обидеть, но, тем не менее, в большинстве своему обсуждению так. Ну, или врачи, или вот какие-то такие вот у нас. Так, я просто еще начало рассказываю. Столетних не знаю, а вот 94 года я знаю. Ему за это задание должны были дать герои. Он во время боя ночью сел прямо в боевые порядки колонны, которые вела бой, и эвакуировал раненых. Он вывез, мы, говорит, их не считали, но, говорит, когда их накидали туда там и раненых, и убитых, всех вместе, говорит, я, говорит, шел просто по ним, говорит, в кабину вот так вот. Ну, не разбираюсь. Потому что надо было взлетать. И нельзя было включать прожектор, потому что идет бой. Я, говорит, на секунду буквально включил прожектор, и вдруг увидел, что ЛЭП вот в 40 метрах. Хорошо, что включил, а то он летел. Да, но я, говорит, его сразу выключил, потому что боевики сразу открыли огонь. Он взлетел, и, в общем, потом у них отказали приборы, и, в общем, садился он там. Так а чего они дали ему героям? А, спросите, почему они дали. А, понятно. Еще раз скажите имя. Владимир Николаевич Бабушкин, да, очень такой спокойный человек. Симпатичный. Да, видно, что хороший. Да, харизматичный, прямо кинематографический личный. И вот здесь его рассказ, ну, там вообще, он сам не понимает, как он вообще живой остался, как он сумел сесть, как он сумел загрузиться, и потом еще, как он сумел приземлиться, потому что он садился в абсолютном тумане с разбитым прибором навигационным, и наводили его как-то так непонятно. Ну, вот он, в общем-то, после этого, я, говорит, когда подошел к зеркалу, я, говорит, увидел, что у него, говорит, борода вся седая. Ну что ж, спасибо вам большое. Спасибо. Приходите к нам еще. Продолжение следует...